Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции и уроков следующая. Точка R4 является точкой ло-меридиана почек. То есть с меридианом почек вы уже познакомились. Но как ни странно, у нас есть меридиан. Сейчас мы показываем вам меридиан мочевого пузыря. И тот, кто смотрит, извините, в моем внимательном видео, уже знает, как располагаются меридианы. Зачем мы демонстрируем вам меридиан почек? Меридиан мочевого пузыря, извините. Если мы воздействуем на точку R4 даджун ло-меридиана почек, то она отвечает в точке V58 фэйянь. То есть одним выстрелом, как я всегда люблю повторять, мы убиваем двух зайцев. То есть воздействуя на одну точку, мы автоматически приводим движение в точку V58. И точка V58 является точкой ло-меридиана мочевого пузыря. То есть автоматически мы можем работать сразу, зная в каком состоянии два меридиана, меридиан почек и меридиан мочевого пузыря, через точку R4. И наоборот, воздействуя на точку V58 фэйянь, мы автоматически включаем точку R4. Зачем это видео? Это видео только для того, что если у человека есть проблемы со стихией воды, к которым относятся почки и мочевой пузырь, то через точку R4 мы можем благоприятно воздействовать на стихию воды у того или иного человека. Вы скажете, допустим, когда эта стихия воды может заболеть? Вы знаете, неизвестно когда. Но если у человека есть проблемы с мочевым пузырем, не с органом, а с меридианом, а уж потом с органом, если у человека есть проблемы с почками, с меридианом и с органом, то, пожалуйста, одной точкой вы можете, что благоприятно, воздействовать сразу и на два органа, и на два меридиана. Это очень хороший показатель в акупунктуре. Но, конечно, остается одно но. Нужно помнить, для того, чтобы разумно воздействовать на данную точку, скажем так, и задействовать два меридиана, необходима диагностика 12 меридианов. Также следует помнить, уважаемый зритель, часто задаете вопрос такой вот, очень интересный, но он такой, знаете, с подвохом. Вот что, как, извините, вот как меридиан простирается по телу, вот то он и лечит, на то он и воздействует. Пожалуйста, запомните. Вот представьте, вы воздействуете на точку Р4, точка Р4 полностью, что воздействует на весь меридиан почек, и за что этот меридиан отвечает? За что он отвечает? Как он простирается, за вот это вот все он отвечает, за вот эти функции, органы, части тела. Вот за что отвечает точка В58 Фэнь-Янь, за весь фактический меридиан мочевого пузыря. Вот сразу же это все, что приходит в норму. Конечно, одно. Нужна диагностика 12 меридианов, дабы разумно воздействовать на точке Ло. Спасибо за внимание.